Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Формула успеха». И как всегда в нашей студии мы делимся с вами историями того, как найти свое призвание, как услышать Божий голос и как сделать так, чтобы это призвание приносило добрые плоды в Царство Небесное. И сегодня рядом со мной замечательный служитель, посвященный Божий человек, пастор церкви «Новое поколение» в городе Тобольске Сергей Ишимцев. Пастор Сергей, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. Очень рада нашей встрече сегодня. Рад вас всех приветствовать. Очень мне приятно находиться в Санкт-Петербурге. Это, можно сказать, когда-то была моя первая любовь. И ощущается здесь домашняя атмосфера, хорошее, приятное такое время. И рад вас еще раз видеть. Спасибо, спасибо. Нам приятно. И говорим мы об успехе, об успешном призвании. И вы уже в служении, в пастырстве с Господом уже 20 лет. Да. 20 лет. За этот срок произошло немало, вы прошли большой путь. И вот, скажем так, оглядываясь на этот путь, как вы оцениваете себя? Считаете ли вы, что вы достигли того, преуспели в своем служении? Или вы же только на пути? Ну, я бы сказал, сейчас такое время, скорее, наверное, как зрелости. То есть, какой-то новый этап, новый период в наших церквях, в нашем служении. И другое совсем отношение с Богом, другое отношение к молитве, переоценка ценностей. Вы знаете, какой-то новый возраст. Как будто как зрелость пришла. Вот. Потому что за 20 лет было разное. И сражения были, и победы были. Но сегодня такое ощущение жажды по Богу. В Библии написано, что Бог возбуждает голод и жажду не по хлебу, не по воде, но по Слову Божьему. И вот это ощущается внутри, как Бог обновляет, как Бог возбуждает жажду. Слава Богу. Вы связываете вот с чем это? Может быть, вот с наступлением какой-то действительно зрелости? Или еще вот времена такие, что время действительно всем взыскать Господа? Как вы думаете? Ну, я думаю, это и в меру возраста, и в меру опыта. И я думаю, что сейчас какое-то особенное время для нашей страны наступает. Это ощущается, это сердцем ты, духом чувствуешь. Да. Потому что Бог побуждает молиться, и молитвы наши растут, длительные молитвы становятся. У нас церковь сейчас вышла на трехчасовой молитвенный марафон. То есть мы каждый день взяли обед, и мы три часа молимся каждый день. И вот, то есть как бы Бог побуждает новое желание какое-то такое сильное в молитве именно. Слава Богу, да, это действительно сильно. Расскажите немножко больше о вашей церкви, о ваших служениях. Какое направление такое может быть основное? У кого-то реабилитация, у кого-то помощь, да, бездомным. Что вы делаете? Ну, мы в служении уже 20 лет с моей супругой. И так сложилось, что с первых дней моего покаяния, как я уверовал, и я сразу же полностью окунулся в служение, нырнул, так скажем, с головой. И мне всегда нравилось служить. Прямо вот с первого дня рождения свыше я служил в прославлении, и служил и в службе порядка. То есть где только мог быть полезным, мне стало нравиться Божье присутствие. И я очень сильно полюбил, очень сильно полюбил работу Божью, труд Божий. И затем просто у меня был такой период становления. Моя жена, она у меня была наставником. Потом я попал с моей супругой на библейскую школу. И после библейской школы буквально через месяц пастор мне предложил возглавить церковь. И я уже занялся пастырской работой. Очень для меня был такой период непростой, потому что жена говорила, что я не готов. Люди какие-то в служении, в команде говорили, что я не готов. Я сам знал, что я не готов. Но Богу так было угодно. И через буквально 3-4 месяца меня рукоположили на пастырство. И вот с тех пор, это 2004 год, я полноценно занимаюсь на полном времени пастырским служением. Слава Богу. Ну да, путь у Вас интересный. Это, конечно, очень здорово. И удивительно, как Господь порой человека помещает обстоятельства. Конечно, Он способствует и помогает в этом. Как Вы ощущали руку Божью на себе? Как Господь вел Вас? С чем приходилось сталкиваться? Как проходили эти трудности? Ну, бывало разное. И самое сложное, наверное, это в служении, это характер. Вопрос характера, вопрос смирения, вопрос послушания. И вот очень сложно давались именно вот эти вот аспекты жизни. То есть можно легко учиться, можно легко делать какую-то физическую работу. Даже легче делать какую-то физическую работу. Я согласен. Гораздо сложнее эта работа над собой. Ломать свой характер, где-то ломать свою гордыню. И вот самый, наверное, самый злейший враг в служении – это наша внутренняя гордость какая-то. Ну, у меня есть такое хорошее, мое такое любимое место. У меня их два в Библии. Одно место – это написано в притчах. Написано, что владеющий собой лучше завоевателя города. Вот, долготерпеливый и владеющий собой человек. И второе место – это в Римлянах, 12 главе написано «Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И вот, исходя из этого, мы говорим сегодня о формуле успеха. Я не считаю, что я достиг какого-то успеха. Я еще на пути. И, если честно, я не стремлюсь к успеху как таковому. Хотелось бы просто Богу угодить. И вот, если взять и вывести эту формулу успеха, то у меня, наверное, было бы четыре таких пункта основных, которые мне помогли однажды. То есть, однажды я за правило принял, что усердие нельзя ослабевать. То есть, желание, очень сильное желание служить, очень сильное желание угодить Богу, очень сильное любовь и желание быть с Богом. Когда-то, на момент покаяния, Бог наполнил меня любовью, любовью к Богу. И вот это усердие, в нем нельзя ослабеть. Это желание нужно возгревать. И вот это желание нельзя ни в коем случае потерять. И вот это вот на пути, на пути к успеху, это, наверное, основной, самый первый такой пункт, очень сильное желание быть с Богом. Вот нельзя потерять желание служить Богу. Вот. Следующее, что очень важно, следующее, что очень важно, очень важно, какие правильные люди находятся рядом с тобой. Вот очень важно наставники, очень важно, какую жену ты выбрал себе. Потому что в моем служении, в моем христианстве очень сильную роль сыграла моя жена. Кто найдет добротельную жену, цена ее дороже жемчугов. И вот это очень важно, потому что жена – это поддержка, жена – это опора. И жена – это смирение очень часто, которое помогает тебе справиться с твоим характером. И вот мой друг, у меня много друзей, и мой друг, он говорит, тебе просто повезло с женой, поэтому у тебя все в жизни, и так, да, все выстраивается. Тебе просто повезло с женщиной. Вот. Поэтому, слава Богу, говорю, что я ее люблю, и очень огромная благодарность у меня в сердце за то, что она появилась в моей жизни. Вот. И вот такие вот моменты в усердии не ослабевайте духом пламенеть, и Господу служите. Очень важно, какие люди рядом с тобой. Очень важно, чтобы внутри было очень сильное желание быть с Богом. Без этого никак не справиться. Да, это очень ценные советы на самом деле. А есть еще что-то добавить? Или вот эти основные четыре, которых вы придерживаетесь в своей жизни, и которым выучите, скажем, и церковь, да, и, ну вот, как выстраиваете? Да, если подробно разбираться, то в усердии не ослабевайте. На эти вещи всегда идет атака. На усердие, на наше желание всегда идет атака извне. Постоянно кто-то хочет сбить с ног. Постоянно кто-то хочет отбивать твое желание служить. Либо это обстоятельства, либо это люди. Зачастую даже близкие люди неосознанно, они бьют порой по рукам, даже не понимая этого. И вот здесь очень важно удержаться и не опустить руки, не сдаться, не бросить служение. Здесь очень важно различать времена, сроки, вот, и что происходит в твоей жизни. Бывают обстоятельства, бывает какая-то несправедливость очень часто, которая влияет на усердие, на наш огонь, на внутренний. И вот нужно огонь просто всегда подогревать. А что касаемо, ну, очень важный вопрос семьи, вот это, что касаемо семьи, здесь нужно вкладывать в отношения. И тогда, если ты будешь вкладывать в жену, жена будет вкладывать в тебя. И ты будешь служить, помните, написано, служите друг другу, да? Да. А в другом месте написано, угождать друг другу. И вот в другом месте написано, будь и снисходительны друг по другу. Поэтому можно много об этом говорить. Сложное смирение и служение, да? Ну, это правда, потому что, действительно, как бы семья — это завет. И если супруг и супруга исполняют свою часть завета, то, конечно же, Господь, ну, Он третий среди них, да, как нитка втрое скрученная, обязательно будет помогать это делать и ему, и ей. И уже, конечно, выводить их в совместное служение и призвание, вот как случилось в вашей жизни. Получается, что вы вместе, рука об руку, идете уже вот 20 лет в пастырстве. Супруга, она со мной вместе в служении, она занимается пастырским, то есть она проповедует, она домашние группы вела долгое время. Очень важный момент еще то, что в служении ты вынужден на долгое время уезжать куда-то. И вот здесь очень важно понимание найти среди супругов, потому что у нас регион большой, Тюменская область, это огромные расстояния, и города друг от друга находятся за 500 километров, за 1000 километров, за 1500 километров, и порой очень, ну, длительные такие поездки. Ну, слава Богу, с супругой она с пониманием относится. Или с вами путешествует она? Нет, она не любит путешествовать. Но зато молится за вас и благословляет, да. Слава Богу. Тыл защищен. Слава Богу. А вот, пастор Сергей, такая вот обратная сторона, если человек действительно служит, и он усердный, старается не ослабевать, но не видит плодов своего служения. Вообще, возможно ли это? Может быть, они все-таки есть, просто человек их не видит, да? Вот как ему быть? Как ему не разочароваться ни в самом себе, ни в Боге, ни в служении, в такой ситуации? Ну, во-первых, вера, это способность замечать малейшие изменения. Мы всегда так устроены, мы всегда хотим что-то глобальное видеть, мы хотим сразу все и вот здесь, и сейчас. Но на самом деле вера, она из мелочей состоит. И вера, вот способность замечать какие-то мельчайшие вот моменты. во-вторых, вот очень важно, да, бывает так, что неудовлетворение, разочарование, но Библия также говорит, терпение нужно вам, то есть мы должны учиться дожидаться, мы должны научиться постоянству, мы должны научиться верности, потому что верный, он будет богат благословениями. И вот если мы научимся дожидаться, то мы увидим большие плоды, обязательно увидим, я в это верю. Да, это как с Авраамом и с другими там мужьями веры, которые, ну, действительно были весьма-весьма терпеливы. А как быть людям, которые, допустим, ну, настолько преданы своему делу, что действительно посвящают себя этому настолько фанатично, да, что встает такая проблема эмоционального выгорания духовного выгорания. Вообще реально ли это? Или Господь всегда восполняет? Или все-таки пастору и служителю нужен отдых? Это такая современная тема. Злободневная, я бы даже сказала, потому что очень много и конференций, и семинаров, вот как-то слышишь, что... В последнее время я много об этом слышу, и... Знаете, мне кажется, это уловка дьявола какая-то. Серьезно? Вот. Это свойственно. Написано, и юноши утомляются и ослабевают. Нам свойственно на земле, здесь, человеку, свойственно уставать. И даже просто взять вот так, к примеру, длительное расстояние, когда ты преодолеваешь, вот я сегодня, допустим, я в пять утра улетел, чтобы с вами быть, и получается, две пересадки, сколько, я не знаю, две с половиной тысячи километров, наверное, здесь расстояние. Примерно так. Вот. И свойственно, да, есть элемент, когда ты устаешь, утомляешься, но написано, что они обновятся в силе. надеющиеся на Господа. И вот хотелось бы сказать, если ты сегодня может быть утомлен, устал, разочарован, очень важно не отчаиваться в этот момент, очень важно правильное окружение рядом с тобой. Очень важно помнить, что Бог, Он верный. И мне нравится история про терновый куст. У меня есть серия проповедей. Написано, что Моисей, когда увидел, что куст горит и не сгорает. Я поняла вашу мысль. Его чудо привлекло внимание, и Моисей пошел посмотреть, почему куст горит и не сгорает. Потому что по определению куст он должен вот так вот, просто как вспышка, просто как сухой кустарник, он должен был в один миг перегореть. Очень часто эмоциональные люди, они легко сгорают. Очень часто люди такие активные, они вомут с головой, изо всех сил, все время посвящают. И очень часто они как куст просто сгорают. Но этот куст горел, не перегорал. То есть огонь, вот я верю в это, он может не перегорать. Вот есть источники Божьего огня, есть источники Божьего присутствия, которые не перестают. Они есть. Потому что встреча с терновым кустом, она так сильно повлияла на Моисея, я завтра буду об этом проповедовать, она так сильно повлияла на Моисея, что даже когда Бог сказал Моисею, что он не войдет в землю обитованную, Моисей не оставил служения. Что даже когда Бог сказал, что он не получит свое обитование по причине ропота, потому что люди были злые, потому что Моисей не исполнил так, как должен был исполнить. Но Моисей не оставил служения, он не перестал, но самое удивительное, до сих пор никто не знает, где могилка Моисея. До сих пор никто не знает, где Моисей, потому что Моисей угодил Богу. Бог просто забрал Моисея. Почему? Моисей остался верным. Моисей не опустил руки, не бросил служения, не отказался от людей. Люди роптали, а он за них ходатайствовал. Так сильно этот куст повлиял на него. Есть источник Божьего огня, который не перестает. Я в это верю. Это очень сильно на самом деле. Я верю, что это ответ для многих зрителей, потому что ну ведь и правда. Если так подумать, это действительно так. Если ты в Боге, источники его в тебе и ты в нем, он открывает, постоянно дает обновление. Иисус говорит, в мире будете иметь скорби, но я победил мир. Скорби будут, да, давление будет, предательство будет. Сто процентов Павел говорит, били меня в доме любящих меня. Будет, но Иисус победил этот мир. Поскорбив чуть-чуть, дней десять, обновляйтесь в силе, снова наполняйтесь духом, усердие меня ослабевайте духом пламенейте. И я знаете, что вижу? Я вижу в Библии очень много таких примеров, которые люди, которые не оставили служения, веру сохранил, Павел говорит, течение совершил. значит, это реально. Есть люди, которые сохранили свое служение, которые не оставили служение, поэтому тот же самый Авраам, тот же самый современник, да, Лестер Самбра, тот же самый сегодня мы смотрим доктор Йонгичо, то есть есть служителя, которые не оставили, которые не упали, которые не разочаровались. И вы знаете, я хочу на таких людей походить. Всегда легче разочароваться. Чтобы разочароваться, сила не нужна. Чтобы оставить служение, сила не нужна. Чтобы оставить семью, ни вера, ни сила не нужна. А вот чтобы сохранить семью, сохранить служение, сохранить свое состояние вот это огненное, здесь нужна вера, здесь нужна сила. И вот меня впечатляют люди веры. Люди сильный. Вы буквально ответили на мой следующий вопрос. Хотел спросить, кто для вас такой пример мощный в Библии, в Священном Писании? На кого вы хотели бы равняться? Мы уже половину, может сказать, озвучили. Я не хочу на них равняться. В той жизни, да? В той жизни, которая пришла. Потому что их столько били, столько в их жизни было трудностей. На кого хотел бы ты походить? Не знаю на кого. Но я думаю, что, конечно, примеры Христа, пример Павла и апостола Петра, они для нас такие мощные, потому что действительно были посылаемы, и шли, и Господу доверяли, и в этом действительно был успех. Меня очень сильно впечатляет Иисус Навин и Халев. Было Халеву 84 года. Пошел, он взял свою гору и не разочаровался. Просто взял гору, 80 лет. Было 84 года ему, и он не разочаровался, не обиделся. Не огорчился, не расстроился. Пошел и взял свой удел. Пошел, взял свое обетование. Аврааму было 90-го. Не ослабел вере. Поэтому я верю, что можно гореть и не сгорать. Я верю в это. Хотела задать вопрос. Как, на Ваш взгляд, современные церкви чего недостает, чтобы... Или, может быть, все в порядке, наоборот, Вы скажете, да? Чего недостает, чтобы исполнить в полноте то поручение, которое оставил нам Христос? И, ну вот, в чем поправить нужно свои светильники сегодня? Я не знаю, как и остальные, да? Служения, движения. Я не сильно наблюдаю как-то за другими направлениями. Я скажу про нас, да? Про нашу церковь, про наше объединение. Это отношение с Богом, это молитвенное время. Это время, проведенное в тайной молитвенной комнате. Библия говорит, что Бог, видя тайное, воздаст явно. И что я сегодня вижу? Я вижу, что некогда. Люди заняты семьей, люди заняты детьми, люди заняты бизнесом, люди заняты служением. И что им некогда проводить время в тайной молитвенной комнате. Я думаю, что в вопросе взаимоотношений с Богом нужно навести порядок, нужно поправить светильники, нужно возобновить молитвы. Помните, Бог говорит, знаю дела твои, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Да. И вот это время первой любви, когда мы только уверовали, мы же зачитывались Библией. Просто поглощали. Да, когда мы только уверовали, у нас не было ни интернета, у нас затертые были проповеди, мы смотрели эти кассеты с голодными глазами, одну и ту же проповедь по пять, по семь раз пересматривали. И вот куда голод этот делся? И вот я думаю, что нужно жажду по Богу. Бог, Он возбуждает, написано, производит голод и жажду. Вот сейчас приходит время, когда люди будут искать. Приходит время, когда люди будут молиться, читать, молитвенное время увеличивать. Вот как-то так. Спасибо Вам огромное, пастор Сергей, за Ваш путь веры, за те шаги, которыми Вы поделились, за те советы, которые Вы дали, наставления, и пример Вашей жизни, Вашего служения, Вашей церкви. Слава Богу, да, будем молиться за Вас, за то, чтобы Господь умножал и спасаемых, и чтобы в той земле, где Вы находитесь, также процветало Слово Божие, распространялось, захватывая еще больше людей. Спасибо Вам огромное. Спасибо Вам, дорогие зрители, что были с нами. Мы благословляем Вас, мы молимся о Вас. Еще больше программ «Формулы успеха» Вы также можете найти на нашем сайте. Оставайтесь вместе с нами. Увидимся на ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова